Здравствуйте, дорогие друзья, любители казахской народной музыки, не только народной, но и выросший на этой благодатной почве музыкального искусства устной традиции. На обширной территории Казахстана, во различных областях, родились различные школы, традиции, жанры, формы, а, соответственно, и музыкальный инструментарий тоже отличный друг от друга. Вспомните, мы были с вами в Семипалатицке и видели треугольную Тумарчик Дамбру Абая с тремя струнами. Ну и вот мы вернулись в Новом Ату, к Музею Казахских Народных Музыкальных Инструментов имени Класса. И я сегодня хочу вам рассказать о дамбре, которое мне представляется самим совершенством двухструнного щипкового инструмента. Это западно-казахстанская дамбра. Знаете, друзья, если заглянуть в глубокую древность, то мы убеждаемся, что однострунные, двухструнные, трехструнные, многострунные щипковые инструменты были распространены на Ближнем и не только Ближнем Востоке с глубокой древности. Об этом свидетельствуют находки археологов. Вот под харизмом была найдена терракотовая статуэточка. И в руках музыканта инструмент весьма похожий на нашу дамбру. А вот великий мыслитель Альфа-Арабий в своих трактатах о музыке описывает инструмент, пришедший еще от сакских кочевников, и называет его дутаром. Но дутар и сегодня распространен. Калпакский дутар, туркменский, башкирский дутар, узбекский – это все инструменты, очень распространенные на Востоке. А вот мы видим и киргизский комус, так похожий на нашу дамбру. И во России издревле существовали подобные инструменты. Вот знаменитая русская домара и тем более балалаечка. Дамбры действительно очень-очень разные бывают. И трехструнные, и двухструнные, и плоские, удивительных форм. Мы видели сараркинские с вами домбры, плоская форма с толстым грифом, так удобные для исполнительства, аккомпанемента песням. Видели в себе палатинские тумарчики абаевские. Вот на этом тумарчике две стороны, но были и три. А вот эта удивительная изящная форма инструмент тоже с тремя. Домбры большие, домбры маленькие, как вот этот келеншек, предположим. Но сегодня мы познакомимся вот с этой дамброй. Уже своей формой, тонким грифом, изящной, каплевидной вот этой формой корпуса, он настраивает на понятие изящества и гармонии. Западно-казахстанская дамбра. Если в средние века добра в основном служила для аккомпанемента, эпическому переставанию или пению, то к 19 веку очень развились чисто инструментальный жанр, а соответственно и профессионализм, устной традиции, когда музыкант мог целиком и полностью посвятить себя любимому делу. И выросла целая плеяда гениальных музыкантов, таких как Коронгазы, Даулит Кирей, Тацимбет, Казангам, Сугур, Байсерке. И на витринах нашего музея хранятся инструменты, которые были во руках этих великих музыкантов. Отличительной особенностью западоказахстанской дамбры является ее форма. Изящная, красивая, каплевидная форма корпуса и длинный тонкий гриф с большим количеством ладов, перне по-казахски. Если на аркинской дамбре в самых древних образцах было всего пять, но потом до девяти, что было вполне достаточно для аккомпанемента пению, то в инструментальной музыке появлялись все новые и новые лады, порой даже связанные с какими-то легендами. Я припоминаю такую забавную легенду, как Батыр однажды, притомившись, сел, сделал из какой-то колоды подобие шертера, натянул пару волосяных струн и попытался играть, но ничего у него не получалось. Тогда он от того же инструмента уснул, а проснулся он от звуков, исходящих от инструмента, и с удивлением обнаружил, что около головки под струнами была подложена какая-то щепка, порожек. Он подумал, что это портилки шайтана, и с тех пор так этот порожек и называется шайтанки. Но это легенда. Но с легендами вместе появлялись и лады, туркменская перна, сараркинская перна. Дамбра развивалась, и сегодня этот инструмент является самим совершенством для исполнения сложных произведений, широкого диапазона и полного хроматического звукоряда. Много секретов накопили музыкальные мастера в процессе изготовления музыкальных домбар, особенно западно-казахстанской. Ну, ясно, что сила звучания инструмента, высота звучания инструмента зависит от величины самого инструмента. Об этом наглядно свидетельствует вот этот вот каскад оркестровых домбр. Кстати, оркестр, представляющий всю палитру, так сказать, домбр оркестровых, создал Ахмед Куан-Джубан вместе с замечательным мастером Романенко. Что касается тембра, краски и звучания, это зависит от того, какой материал, какую древесину, дерево выберет мастер для изготовления этого инструмента. И, конечно же, струны. Струны раньше изготовлялись жильные, из козьих бараньих кишок путем очень сложной выделки. Сегодня это леска, непростая музыкальная леска. Но лучше один раз увидеть и услышать комментарии самого мастера. Поэтому я предлагаю сейчас заглянуть в музыкальную мастерскую. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и находимся в музыкальной мастерской университета имени Абая. Я имею хорошую возможность счастливого сейчас пообщаться с хорошим мастером, которого я давно знаю, Жалауши. Да, я вас уже сомневаюсь. Посмотрите, немножечко вас отрывать от работы. Давайте дадим представление нашим телезрителям о материале, из чего делается добра. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание, друзья, что домбра бывает двух типов. Долбленная домбра и клееная домбра. Вот это долбленная. То есть вырубленная из цельного, друзья, кускодерева. Вот она. Но главное здесь в этом случае, так же, как и клееная, это древесина. Какое дерево выбирается вот для долбленной домбры? Клен, местный клен, конечно. Или можно местные, вот, например, тоже береза. А теперь давайте поговорим о клееной домбре. Давайте покажем клееную домбру. Клееные коней много, да, очень много. Это из красного дерева. Пожалуйста, весь гриф, вот этот корпус из красного дерева. Так. Ну вот я слышал такую интересную вещь, что и гриф, и корпус должны изготовлены быть из одной древесины. Почему? Потому что звуковое колебание, вибрации, они ближе к друг другу. Можно совпадать. Ну, можно сделать, конечно, близкие по плотности деревья, они не мешают. Гриф, этот корпус, тоже из красного дерева. Здесь весь клеен, видите, яблоклен, тигровый клеен, или как называют. Я слышу интересную вещь, которая меня очень разодачивала, что важно так использовать дерево, чтобы направление соков в нем было в одном направлении, как в клепках вот этих, так и в грифе, да? Да. Всегда надо постараться, потому что вот опять вот здесь колебания тоже вот зависимы, понимаете, вот плотность. Они идут вверх, потому что когда они колебаются, вот вибрации дают, у них внизу плотнее. К корням. Чем к корням плотнее, например. Значит, вот это к корням, а это к голове. И где голова? Да, голова, да, гриф. Постараться-то надо, конечно, но это незначительный там, незначительный. Ну, для этого звука хорошего. Самое главное, это, конечно, дека. Но она что, из цельного делается или клеится? Я что-то не понял. Можно делать из цельного. Для этого надо нам найти диаметром где-то двухметровую ель, например, скажем. А центра вот все разделить надо вот так вот. Годовые слои, чтобы лежали прямо перпендикулярно вот вверх. Ой, это сложно. Сложно. Поэтому самый лучший вариант из двух половин. Здесь, да? Да, из двух половин. Склейка, но ее даже не видно. Да, не видно. А так так не видно? Вот здесь вот, смотрите, из двух половин, я сейчас просто могу показать. Видите, слой как лежит, да? Прямо вот они лежат вот так и вот так. А-а-а. Разрезать его пополам и вот так положить. Симметрия получается. Симметрия, чтобы получится. Как бы отражение. Потому что звук, они все отсюда, от центра идет. И расходятся. Да. Чтобы равномерно расходиться по сторонам. Но самая распространенная, так сказать, теория, что западноказахстанская добра, а аркинская, она плоская. На ней удобно играть. Толстый гриф, плоская форма. Восточная, в ближай. Да. Центральный казахстан. А вот, да. А западноказахстанская, она вот такая каплевидная форма. Но вот я вижу вот это добра, и слышал, что вы сказали, что она тоже. Да. Это самое главное западная добра. Вот это и есть. Вот она. То есть вот это каплевидная форма. Это, вот видите, как каплеобразные, да? Форма, дающая эффект хорошего образования звука. Да. У них звук звонче летит. Дальше вот, можно сказать. Ну, они дают звонкий звук. Для, вот, западный казахстан, у них в основном тюк-тюки много. Очень много тюк-тюки. И для них нужен вот такой вот резкий звук. Они похожи, да? Ну да. Здесь немножко узкий, вот, например, скажем. Вот здесь узкий, а здесь шире. Потому что, если чем шире, чем больше, они дают немножко бархатный язык, более глубокий. Ближе к черпе. Это клепки, то есть вот эти части, из которых склеится корпус, и гриф. Ну, и еще вот, вот эти вот тонкие детали меня заинтересовали. Я знаю, на скрипке они называются обечайками. Да, очень правильно. То есть окантовочка такая красивая, да? Для чего она нужна, собственно? Вот. А, вот. Окантовка, да. Черное дерево. Да. Видите, какое? Ну, во-первых, для прочности края. Чтобы не стираться. Это очень мягкий, когда они уже стираются, ломаются. А это черное дерево, очень плотный материал, сохранить на долгое время. Вот интересно, если подсчитать количество деталей в дамбре, примерно сколько деталей? Так, значит... Вот, я вижу, здесь уже три детали, да? Вот. В грифе тоже еще отдельные детали. Два, три, один могут быть. Ну, и вот постепенно-постепенно набирается сколько примерно деталей? Так, можно до двадцати уходит. Да. Я видел дамбру Абая, я видел дамбру Дименов Пейсуэй. Там струны и, соответственно, перне, жильные, жила. Вот сейчас это леска. Какая леска? Ну, рыболовная леска. Просто рыболовная? Просто нет. Рыболовные лески очень хорошего качества. А толщина? Толщина 0,7 примерно. 0,75. Но видом бра бывают разные. Бывает бас добра, контрабас добра. Ну, если контрабас, конечно, там уже надо думать, какую леску надо брать. То есть, чем ниже звук добра, тем больше корни, тем и толще леска. Ну, и еще интересный вопрос, если немножечко заглянуть, так сказать, в прошлое. Как же изготовлялись вот струны? Из этого же материала делались и перна, вот эти воды навязывались, да? Как изготовлялась эта струна? Обыкновенные кишки. Бараньи или козьи кишки. Так. Вот если взять просто кишки, это же очень грубый материал. Но для того, чтобы получился вот этот вот музыкальный материал, тонкий, что с ним нужно делать? Ой, это очень долгий процесс, конечно. Чтобы получить на одну-две дамбры хорошую струну, надо резать целого барана или козла. Так. Они потом недолговечные, во-первых. Но звук очень такой бархатный, сочный такой звук. Без единого там. Есть какие-то вот привкусы какие-то красивые. То есть живой материал. Да, живой материал, понимаете? Вот его прямо берут, режут барана или козу, прямо сразу из внутренности берут кишки и сразу в холодную воду. Внутрь надо все вычистить, чтобы, когда мы чистили его, берут два чия. А, две палочки. Две палочки чия. И через него пропускают прямо. Нажимаете, пропускают каждый раз. И несколько раз прямо. Что когда, да, в последний момент она, что остается прозрачный такой, как будто плен, как пленка, да. Прозрачный материал. Чтобы внутренне вот этим все жировым, чтобы все убрать. Все убрать. Потом его намачивают в воде, соленой, полусоленой в воде. Чуть-чуть сейчас можно добавить уксус. Чуть-чуть. Можно добавить травы, травяные. Настойки, да? Настойки, которые укрепляют способность. Укрепляют вот это качество. Потом скручивает на прелок, скручивает и натягивает на дерево. И мы можем, конечно, там разные, разные толщины. Начало немножко потолще, потом начинать меньше, 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 меньше. И вот так вот. Да, это очень сложный процесс. И вот с таких, друзья, сложных этапов, так сказать, складывается весь процесс изготовления, казалось бы, столь простого инструмента Кандабра. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы вкратце познакомились с этим сложным процессом изготовления такого, казалось бы, простого инструмента. Но, оказывается, не так простого и не такой простой процесс. Спасибо вам за комментарии. Желаем вам творческих успехов, чтобы из-под ваших рук выходило как можно больше таких замечательных, таких звучных, таких теплых инструментов, как западоказахстанцы. Сегодня кьюи народных безвестных музыкантов и кьюи великих кьюиши записаны на ноты. Но искусство игры на дамбре, как и в старину, передается с руки учителя на руку ученика. И в завершении нашей программы я предлагаю понаблюдать за этим интереснейшим творческим процессом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok